Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Грядет современное рабство, низкая зарплата, высокая аренда, высокие проценты на студенческие кредиты, дорогие продукты и запрет наличных денег. Запретите наличные деньги и оружие, и игра будет окончена. Крипта — следующий шаг в этом гнусном плане. Мы, наконец, получили знак, сигнал, что будет цифровой доллар, цифровой кошелек и цифровая идентификация. Добро пожаловать в матрицу! Вы можете сюда зайти, но не можете выйти. Поздравляем! Вот ваша новая мировая валюта. Правительственные чиновники и регуляторные органы по всему миру выразили свою поддержку цифровому доллару США. И недавно штаты заявили, что исследуют свою собственную CBDC — цифровую валюту Центрального банка. Блокчейн будет использован для отслеживания любой транзакции, проведенной кем угодно. Это в миллион раз больше по Аруэллу, чем наличка. Прощай, тезер USDT. И привет, большой брат, Соединенные Штаты Америки. С цифровой валютой они могут просто запретить определенные покупки. Оружие и патроны. Да, это сейчас считается плохой, незаконной покупкой. Цифровой кошелек ФРС не допустит таких покупок. Слитки золота и серебра? Да, это тоже против правил нового цифрового ФРС кошелька. Такие покупки и инвестиции будут просто запрещены. Вот что имеет значение. Вот что на самом деле происходит. Вся суть истерии вокруг пандемии на самом деле заключается в конце игры. Деньги, ребята, вот в чем вся соль. Когда не будет налички и все транзакции будут цифровыми, то не будет иметь значение, какой клоун Красти заправляет Вашингтоном. Не имеет значения, за кого вы голосуете. Все это не имеет значения и точка. Вы будете делать то, что вам говорят, когда вам говорят и как вам говорят. Конец игры это не сколько о деньгах. Они могут напечатать все деньги мира, но конец игры это тотальный контроль. Это то, что грядет. Элемент управления будет окончательно разработан. И когда они закончат, то вы сами будете молить их забрать наличку в обмен на цифровые деньги. Это все планировалось уже долгое время. Намеки витали в воздухе. Отказ от бумажных денег в пользу цифровых. Не будет лучшего момента, чтобы внедрить их, как не сейчас. Мотив пандемия. Неудивительно, что они стараются предупредить людей не использовать наличку из страха передачи вируса. Они настраивают нас на полностью цифровую единую мировую валюту. Нефтевые олигархи поколения бэби-бумеров потеряли нефтедоллар. Нынешняя ковид-медиапаника это идеальное прикрытие. Реальность такова, что нью-йоркские и лондонские олигархи-бэби-бумеры на фондовых биржах воруют пенсию других бумеров по всему миру. В то же время советую я им спрятаться в подвале. США потеряли нефтедоллар. Две вещи – способность определять и контролировать цену на нефть и коронавирус – это прикрытие для краха фондового рынка. Одна валюта, чтобы управлять ими всеми, одна валюта, чтобы оценивать нефть и одна валюта, чтобы связать национальные государства. Система нефтедолларов США и Великобритании рухнула в одночасье. Сейчас она падает как камень. Нефть вошла в зону отрицательных цен на момент создания этого видео. Коронавирусный экономический крах будто бы повторяет каноны игры «События 201». Повторение сюжета идеально, так как и планировалось. Остальные рынки подадутся, наверное, через месяц или два. Это самый большой экономический шок в нашей жизни. Это тревожный звонок. Цена упадет на все, кроме продуктов и налогов. Обанкротившиеся крупные нефтяные компании высосут из ваших пенсионных фондов сотни миллионов долларов. Россия, обрушившая нефтяной рынок, является частью цепной атаки, организованной Россией и Китаем. Нефть некуда девать, так как все суда и резервуары заполнены, и производители не могут остановить добычу, ведь тогда придется закрыть производство. Вот и получается, что нефти девать некуда, но производители продолжают ее добывать. Для производителя будет выгоднее добыть нефть, сжечь ее и выкупить контракт на хеджирование. В отличие от акций, это не бумажная сделка. Люди буквально находятся на крючке физической поставки 55 тысяч баррелей нефти, если они не избавятся от своих фьючерсов. Это смерть нефтедоллара и наступление сброса валюты. Идя точно по плану, они запирают людей на замки, а сами разрушают устои старого мира. Этот вирус был катализатором того, что они так долго планировали. Американская система нефтедоллара, которая зависит от других стран, вынуждена использовать американскую валюту для покупки нефти по всему миру. Теперь, когда нефть становится устаревшей, их план таков – заменить нефтедоллар цифровым долларом. Центральный банк хочет две вещи – приватизировать валюту и уничтожить наличные. Все это для большего контроля, полного контроля над человеческими жизнями. Это то, чего они жаждут – контроль. Деньги сами по себе их не интересуют. У них самих этих денег предостаточно, и они видят в них только инструмент для контроля масс. Та же самая ситуация с правительствами. Вот почему все системы настроены на заманивание людей в долги и кредиты. Свобода, как личная, так и экономическая, является врагом наших современников. Поэтому любой политик, разглагольствующий о свободе человека, лжет. Большинство из них удерживается от термина «свобода», предпочитая слова-заменители – равность, честность и т.д. Прекрасно зная, как люди могут быть уравновешены и честно порабощены. Цифровые валюты центральных банков повысят способность центрального субъекта запрещать отдельным лицам или суверенам участвовать в экономическом обмене, ограничивая их бартерной торговлей. В любом случае налоги и комиссионные за транзакции будут постепенно возвращать все деньги к папочке. Кража – это единственное блюдо в этом меню. Богатые спасутся, а бедные смогут рассчитывать только на себя. Средний же класс не учитывается вовсе. Система всегда облагала налогом средний класс, чтобы подкупить низший класс, голосовать за высший класс. Цифровой доллар США скоро появится, это без сомнений. Финансовая помощь гражданам в цифровом долларе – это то, что ожидается. Но нет ничего бесплатного, и поэтому гиперинфляция неизбежна. Контролирующие создателей правил и пишут историю. Проблема заключается в том, что контролирующие имеют тенденцию быть предвзятыми в пользу пишущих правила. Дайте мне контроль над деньгами нации, и мне станет плевать, кто пишет законы. А как насчет цифровых валют, не использующих банки, таким образом избегая правительства и контроля центрального банка? Да это же их худший кошмар. Мы всегда знали, что именно поэтому они и хотят контролировать технологию биткоина. Но есть ли способ лучше контролировать движение денег и ценности нашего труда? Они просто позволяют ранним пользователям и инвесторам брать на себя все риски, пока технология не будет достаточно проверена. Что же будет дальше? Дальше будет внедрение инструмента инфляции с помощью расширения поставки ФРС коинов. Тогда мы все сможем пользоваться теми же инфляционными выгодами, которые всегда имели. И в конечном счете придумаем и монетарное смягчение системы дробных монет по аналогии с количественным смягчением, когда это тоже выйдет из-под контроля. Страховка драгоценными металлами? Никогда такого не было ни с биткоином, ни уж точно ни с ФРС коином, который будет в будущем. А самое приятное то, что вам потребуется компьютер. Это означает, что они смогут забрать все ваши деньги и отключить вас в любой удобный момент. Еще раз, технологии были придуманы и освоены на благо глобалистов. Национальная валюта должна быть выпущена министром финансов. А народу же нужно подкинуть хлеба и зрелищ. Когда массы спокойные, элиты могут строить свой параллельный мир и наслаждаться им. Мы находимся на большой стадии выравнивания, когда большинство из них тянется к низкому общему знаменателю, поскольку элиты собирают оставшееся богатство у групп со средним уровнем дохода. Чего они не понимают, так это того, что без активного среднего класса невозможно склеить общество воедино. Это тот самый момент, когда им стоит начинать бояться лопат и вилл, особенно тех, что держат хорошо образованные люди. Нужно положить конец глобалистам и их центральной банковской системе, а затем поощрять свободное предпринимательство, честные деньги и бартер. Можно много говорить о смешении простого и сложного, о мудрости понимания различий между этим. Но все равно частные центральные банковские корпорации, которые создают и контролируют наши деньги, это полное безумие. Конечно, центральные банки будут бороться за актуальность в этом мире, в том числе и их банки-члены, поскольку финтех революционизирует планету. Утверждение о том, что все наличные деньги выродятся, а в обиходе останутся только цифровые, не конспирологическая теория, а самая настоящая тенденция. Но этого не произойдет, пока не появится должных технологий. У штатов пока таких технологий нет, но над их внедрением уже работают. Сейчас даже телефонами можно совершить транзакции наравне с кредитными карточками. Чтобы полностью овладеть нашими жизнями, им нужно знать, на что мы тратим деньги, где мы были и что делали в тот или иной момент времени. А криптовалюты по типу биткоина, но не сам биткоин, были только репетицией, пилотным проектом их цифровых валют. Но сначала главное, сперва нужно представить свою новую всемирную валюту. И в конце концов, абсолютно все в этом мире будет цифровым, как минимум у развитых наций. ФРС постепенно, шаг за шагом, наращивает количество криптографических виджетов, чтобы облегчить глобальную ликвидацию наличных денежных средств. Под видом простой помощи тем, кто отказывается использовать банковские операции. Мол, у них нет доступа к банковским услугам, мы должны им помочь. Это ложь и мошенничество. Когда-то давным-давно жила была огромная нация с миллионами жителей, не имевших своей валюты. Вдали были власти, которые требовали, чтобы все пользовались выданными ими бумагами. Но они были далеко, и никто не обращал на них внимания. Вместо этого все пользовались тем, что удобно, и наилучшим образом обеспечивали взаимно проверяемую оценку стоимости товаров. Удобная валюта, испанский доллар, нация Соединенные Штаты. Доллар изначально не был валютой США. Чем это было, так это надежным оплотом ценностей и оплаты. Когда он стал глобальной резервной валютой, тот факт, что он был надежным, имел первостепенное значение. Но тот факт, какая именно страна его выпустила, был совершенно неважным. А в завершение я скажу так, вам не нужны ни доллары, ни либры, ни стейблкоины, ни казначейские валюты. Вам нужно удобное средство сбережения и платежа. Ничего больше. И чем прозрачнее, тем лучше. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно не болейте. До скорого.